Три года назад в Рязанском лесопарке появились три деревянных домика. А в самом большом из них в новогодние праздники размещается резиденция Деда Мороза. Зимний волшебник только собирается в дорогу, а вот социальные работники уже здесь. Одна из симпатичных избушек теперь предоставлена в распоряжение специалистов, оказывающих социальные услуги, а также волонтеров. Мы в первую очередь расскажем, для кого у нас работает социальное обслуживание. Социальное обслуживание доступно всем, любой нуждающийся может обратиться и получить помощь. В домик заботы и добра могут прийти все желающие, чтобы узнать, как получить различные социальные услуги. Распространено мнение, что нанять, допустим, сиделку или заказать регулярную доставку продуктов и лекарств одиноким нуждающимся людям – это довольно хлопотно. В действительности никаких проблем нет. Как действовать, объяснят консультанты. Самое простое – это прийти к нам в домик заботы и добра в лесопарке и спросить, как лучше ему поступить. Мы направим, объясним и сопроводим его, чтобы не было проблем в обращении разных министерств, чтобы человек не стоял в очереди. Скажем, как это сделать онлайн, без личного присутствия в учреждениях социальных. Всем желающим здесь помогут настроить электронные и мобильные устройства, чтобы пожилые люди могли общаться с родственниками через мессенджеры и приложения для видеосвязи. К работе социального консультационного центра сразу же подключились волонтеры. Тоже будем оказывать помощь населению, но наша помощь уже такая в большинстве своем будет именно руками. То есть будет согласовываться график, то есть если там, допустим, нужно как-то погулять там с пожилым человеком или там просто с ним поговорить и так далее, в этом есть необходимость. Заявитель звонит сюда, составляется график, и мы уже будем, так скажем, это выполнять. Плюс думаю, что все-таки мы какие-то наши мастер-классы также адаптируем и для лиц, находящихся на самоизоляции. Университет третьего возраста РГУ имени Есенина откроет здесь учебную базу и предложит ряд образовательных программ. Студенты своими знаниями, как будущих специалистов, помогают в адаптации, в освоении каких-то образовательных программ, полезных для представителей старшего поколения и, соответственно, адаптируют их к реальности, к жизни, помогают им быть востребованными, быть активными еще как можно большее количество времени. Домик заботы и добра станет местом встреч клубов по интересам. Помещение здесь маленькое, но это не помеха. Занятие предполагается вести онлайн. Тут будет вещание, и любой желающий сможет из дома подключиться тоже. Домик превратится в своеобразную телестудию, откуда будет налажено вещание на электронные устройства всех желающих. Предполагаются и дистанционные занятия по фитнесу. Общественный консультационный центр будет работать ежедневно с 11 до 19 часов, пока состоялось его техническое открытие. Скоро на входе появится баннер и расписание встреч со специалистами и занятий по интересам. Дмитрий Соколов, РВТВ.